Я слышал за 10 тысяч просмотров, 300 долларов. А где касса-то? Тут вот как мне понять, что это касса. Почему? Когда я пришел, и юрист вашей компании ссылается на часть 4 статьи 19 Конституции Российской Федерации. Она отсутствует, часть 4. Я прошу ваш коллектив, чтобы обращать к президенту Российской Федерации для принятия отступающей в Конституции Российской Федерации части 4 статьи 19 путем проведения референдума. Да, если вот люди за что доходят на наши кассы и танцуют там. Танцут. Здрасте. Снова. Здравствуйте. Что сделать? Хипануть? Ну, наверное. Ну, надо же навещать свои звездочек-то. Да. Маленьких. Пока что. Тайна? Нет. Наверное, неплохо зарабатывается. Перезнаюсь честно, да. Ну, очень большие деньги я тут слышал. Правда. Там что-то вот за один лайк где-то там полдоллара. Я слышал за 10 тысяч просмотров 300 долларов. Так? Если бы так, то я бы себе Бенки купил. В общем, мне было бы всякой шляпой вы себе голову набили. Не смотрите телевизор, и слухов не слушайте. Вирусные всякие, фейки, билиберду всех. Есть дети, конечно, небольшие. Менеджер. Самое неизвестное лицо. А вы-то оскорбите. Специально я просто загуглил. Поинтересовался. Не просто так, ребята бегают. Ну, мы тоже знаем. Принуждают к законности, да, такой? Мерзенец. Провоцируем. Провоцируем, да. На день и закона. На день и закона. Мы тоже загуглили статистику по некоторым блогерам, которые хорошо знают. И там вышли какие-то цифры. А все выглядит прям как официальная статистика. Но если бы так было, я бы бросил всю работу, жену, детей. И начал бы заниматься вот этим делом. Потому что цифры какие-то классные. Поэтому, наверное, занимаются многие. Бросаются. Я шварглавер, но я их всех знаю лично. Вот, как ребята. Поэтому Павлик и анонимы. Недавно возвращались в моего дома. Анонимы. Они представились правильно, Павлик представился. Да. Ну, как правило. Мы тут на днях зашли. Может, вы даже помните, вот, дурный чипик на этом самом месте стояли. Я зашел посмотреть, что ответили на нашу жалобу. На вашу жалобу. Да. И вот такое ощущение, что либо ваш юрист вообще не понимает ничего в законах, либо это так на отволей было написано. Только это по юридическому отделу правильно. Ну, нет. Ну, он же представляет компанию. Там официальный бланк компании. Печать компании. Причем не копия, а оригинал печати стоит. Ну, тогда вон. Менеджер ваш знакомый. Ага. Знакомый, да. Ты рассказывали, как ты в магазине Заря в Европе просто постармал? А, да. Был в Заре в Европе. Вот. Там они настолько опустились, короче, говорят, что никаких замечаний подобного рода не делали. Ну, я присаживаюсь. Как всегда разлагаются. Хотя вот менеджер говорит, что это официальная позиция компании. На вас на такой контингент может как раз и верить. Да. Да. Вот так. Выйди сюда, в зал. Ладно, не будем вас отвлекать. Да, не будем его. А мониторки нет, что никого? А? Смотри. Конечно. Вот я тебе что и хочу. Вот я тебе что и хочу. Вот оно прям. Вот они пишут. Видишь? Почитай. Таким образом, согласно части 4 статьи 19, ну, это вообще 19 статьи нет в 4 части. Там 3 части. Еще что-то напишут. Ну, нет, позоришь. Понимаешь, синюю печать они ставят, понимаешь? А нужна какая-красная? Не, ну я имею в виду, что это даже не копия, понимаешь? То есть человек бред такой написал. И еще и печатью заверил. Знаешь? А подписи нет. Подписи не нет. А ОЗР СНГ и все. А в СНГ другие правила видно. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека, и государство умение, в зависимости от пола и расы, национальности, языка, происхождение... Это вторая часть. Нет. Это вторая часть. Есть два. А первая это все равны предзаконную суду. Тут даже не подписано, кто этот бред написал. Давай вот здесь напишем. Причем, типа, они этим же числом уволят юриста. Прошу вас обратить в Государственную Думу Российской Федерации для принятия части 4 статьи 19, которая отсутствует. Ну, что-нибудь такое. Путем всенародного референдума, да. Пусть вас. Пусть вас. Пусть вас. А у вас тут неограничено ничем. Сейчас мы сфоткаемся. Пал, я не знаю. Я такая вызываю, это же подруг. Давай. Я нажала в углу. Я уже отопшел в юридическое отдел. Это тот юридический отдел, который... Мы ее сейчас нарушаете, да. Да, да, да. Тот юридический отдел, который... А где касса-то? А где касса-то у вас? Не, я понял. А вот тут вот как мне понять, что это касса? Почему? А вы стесняетесь? Звездочки мои. Хоть бы реально прилавок какую-то поставили. Видно же. Что видно? Агрессивный пранк. Какой пранк? Мы сфоткаться зашли. Не, мы, конечно, понимаем, что это касса. Мы, конечно, понимаем, что это касса. Не, смотрите, мы, конечно, понимаем, что это касса. Мы не с вами там ничего воровать, вы приятно видели. Но, вот как понять, вот везде же ограничено это все должно. Почему у вас служебное помещение, например, ограничено? Табличка. Это что такое? Рекламная продукция? Нет, нечем заняться. Это чья-то книжка? Хотел, да, если денег приносят, почему бы и здесь, да? Не поторчать. Подожди, это чья-то санитарная книжка, походу? Так я никак не понимаю понять, чья. Котик все оплатит. О, а вот и персональные данные. Смотри. Кот Анастасия Сергеевна, это кто у нас? Не знаю кто. Ну да, в открытом доступе все лежит. Вообще. А можно вас на секунду? Вы скажите, чтобы ребятишки не забегали туда в заказ. Да, он у нас главный. Ну а кто у вас главный? Босс платье. Конечно, босс. Босс вот. Босс. Я вот тут в вашу книгу жалобу. Вот ответ пришел. И юрист вашей компании ссылается на часть 4 статьи 19 Конституции Российской Федерации. Она отсутствует, часть 4 Российской Федерации. Здесь я пишу вашему эмиристу. Здесь, к сожалению, нет подписи, кто издал вот данный ответ, чтобы... Прошу вас обратиться в Государственную Думу. Я вот прошу ваш коллектив, чтобы обращались к президенту Российской Федерации для принятия общества в институте Российской Федерации части 4 статьи 19 путем проведения референдума. Отлично. Потому что нету этой статьи, понимаете, этой части. Статья есть 19, а частью нету. Ну, что-то эти декабрии. Куда они все убежали-то? Кто-нибудь продавать-то что-то будет? То есть то, что, да, пас, то, что вы никого у них здесь нет, да, заходили, не хочу. Это их не смущает, а то, что ты встал за кассу, да, который ничем не ограничен. Это, блин, это преступление еще. Нет, ну реально, вот такой же вот крень поставили бы, допустим, там. Ну, как они прыгают вообще из нее будут, не знаю. Ну, или хотя бы, не знаю, повесили табличку там. Да, да, или ленточку, вон, ленточка. Да, по идее, наверное. Ну, понятно, да, как бы было бы желание, возможно, на люкс, как говорится. А так, блин, ну, можно и перепрыгнуть теоретически, но там реально ничем не ограничен. К тому же касса закрыта была, реально. Я же, вот та, наверное, открыта, правильно? Я встал за эту же кассу, ну вот и все. Чего им не нравится вообще? Вы аккуратненько. Они тут могут не работать, видите, у них нету бейджиков. А то сдадите неизвестно кому. Вы нарушаете пола покупателя, не снимаете. Да? Да. Это вечно. А вы покупатели? Вот, сайт покупателя, а стоят сотрудники нарушателя. А кто вы? Люди. Ну, кто вы? Вы сейчас при должности или просто так зашли за косу? А то смотрите, сейчас ГБР вызовем вас, выведут отсюда. Тут просто аккуратнее. Они просто анонимные, они могут вас обмануть, так что аккуратней с ними. Ну, мы вам поможем, если что. Если вас будут обманывать, скажите нам. Паспорт разве нужно предъявлять, а меня что? Ну, у ЗАРа свои законы, да? Ну, да. Ладно, в общем, девушки, мы там отставили отзывы вам в книге отзывов и предложений. Вот, я думаю, ваши юристы, которые там сами себе конституцию придумывают, ответят нам. Дополняют. Да. Я вам очень сажаловала, что у нас отновили люди в сфере. Молодцы. Можете не снимать? Да. Спасибо. Борис, я хочу, чтобы меня снимали. Сидите дома. Да. Сидите дома в каком-то. Да, записано в законодательстве, к сожалению. Сошлётесь? Серьёзно, сошлётесь? На законодательстве. Можете мне снимать? Можем, мы же сказали. Спасибо, уберите под вас, подожди. Уберёшь камеру? Нет. Молодые люди, уберите. Вам вежливо отказывали. Мне неприятно. Почему? Мне неприятно, что ваши юристы конституцию перевирают. Хорошо. Мне неприятно, что ваши сотрудники не представляются. Мы имеем правиль. Да? Я имею правиль вам отказать. Просто зря вы это делаете. Вы обидитесь нас? Не обидится. Или уже обиделась к ней. Наверное, видит там, что не знаю, какой это. Можем, как у вас тут пить карты, пожалуйста, с этой информацией. Ну ладно, девушка, не будем вас отвлекать. Вы, наверное, работаете. Лучше снимайтесь самообразованием. Да. Можем, как ваш юрист, конституцию попридумывать. Да. Да, может быть, вы подниметесь до какого-то недвижения. До вашего. Ну, это моего взгляда, вам далеко надо. Это да, это да, это да. Оно видно, оно видно. Но девушка хочет, чтобы ее не снимали. При этом мы уже уходим, а она вступает с нами в диалог. Странно. Вы с Токгольским синдромом как-то? Я не знаю, что у нас соблюдают. Вы как-то с Токгольским синдромом болеете? Или как? Камерафобия, наверное. Не, ну вы просто проще, чтобы не снимали, а потом к нам опять обращаетесь. Да, без камеры. Странно. Прошу, подпись. Ну, это как обычное. А это у нас случайно не... Это трудовая книжка, похоже. Нет, это медицинская. Котова Анастасия Сергеевна. А Котова Анастасия Сергеевна, это где? А я вот хочу отдать документы, чтобы они здесь не лежали. Меньше, чем вам. Здравствуйте, господа. У нас был полицейский. Но вы объяснили, да? Что произошло там? Не знаю, мы вас не вызывали. Не знаем, не мы вызывали. Сами смогли. У нас запрещено заходить за заказ. Делал заказ. Ну, там денежные средства. Молодой человек, вот, ради шутки или ради еще чего-то. Ради хайпа. Ну, зашел. Заявление будете писать? Менеджер нажал кнопку. Это не я. Присаживаю. Сейчас придет. Добрый. А, придет. Кстати, касса-то была закрыта. Получается, не касса-то вовсе. Ну, в зону. В зону касса. В зону касса может быть. Только она у вас ничем не ограничена. В любой части. Почему нельзя? Почему нельзя? Поэтому я и устно сказал, да? Ну, так я и вышел. Мне же не нужны там ваши деньги и прочее. А мы уже сфотографировали все. Так, если заявление не будет написано, будьте любезны составить в отношении, значит, лица, которого вызову. Соответственно, в полиции административное производство возбудите в отношении его за ложный вызов. 19.13. 19.13. Статья Кодекса об административных правонарушениях. Установить это лицо. В случае, если это лицо восстановить не представляется возможным, прошу вас в порядке статьи 28.7 Кодекса об административных правонарушениях возбудить административное производство и проведение расследования для установления личности, который осуществил в ложный вызов. Да, менеджер сказал, я нажал. А, записи. Да, менеджер сказал. Давайте разбираться. Как это так, Росгвардию? В Росгвардиях, да? Просто так дергать. Зашел кто-то за кассу. А у нас... Может, я заблудился. По любому случаю, в любой не поймете, звони в полицию. А Росгвардии нет? Росгвардии нет? Конечно. Здравствуйте. 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 Да, мы все вот люди, за что доходят на наши кассы? Че танцуют там? Танцы? Помню, в своей церкви кто-то танцевал, и там такой вообще кошмар был, помню. Пусси райд. Если можно, конечно. Я думаю, я вас спрашиваю, как сами будем срочать? Будем. Напишите, пожалуйста. Просто ребята приходят уже не первый раз к нам в магазин «Инстра» и подобные действия. По всему магазину. А эти действия противоправны? Ну ты же забыл, ЗАРа же отдельное государство. То есть сказали, пожалуйста, да? Ну девушка может не знать, противоправна или нет. Она напишет на заявление, а уже, соответственно, по этому заявлению будет проведена проверка и квалифицировано правонарушение это или нет. Хорошо, что она напишет его. Тогда это будет не ложный вызов, если правильно она поступает. А как вас зовут? Меня Юрий зовут. Они не обязаны представлять. Ну ничего, я не знаю. Нет, конечно, не обязаны. Реклама ЗАРа будет. Реклама ЗАРа будет какой-то плюс. Он сказал, что сейчас сюда участковый подошел в течение 15-20 минут. Слушайте, а мы будем ждать или оставим? Я могу оставить свои данные? Девушка адксерит мой паспорт, она напишет заявление. Не понимаю, что ты видел, как у них паспортные данные? Читые документы на кассе. В любом душе. Мне подбещают, что она не будет распространять мои персональные данные. Или мы все-таки подождем участкового? Сейчас, на 20 минут, я думаю, у нас есть. Есть? Ну что, да. Поехали. А вы вообще никакого не можете ждать? МЕНТРОГА Можно совет спросить? Нашим совет дать, проконсультироваться, периодический вопрос. Павлик нас подловил, 12.1 Закон Чехосовского вина, охрана и деятельности. 11 из полгода, да. Там как-то некорректный состав сотрудники правоохранительных органов, запятают, ну это как будто кто-то не дописал чего-то. Не, но запятают перечисления. То есть, на труднике правоохранительных органов, запятнули бы с другими гражданами. Ну все, на этом остановились. А зачем это? Кривовато написано. А зачем нужно было писать сотрудников? Согласусь, кривовато написано. То ли там в Госдуме позвали куда-то, а не дописали, не приняли, не доприняли. А множество таких вот вещей, которые можно... Хотя в принципе... Но двоякого толкования тут нет. Двоякого толкования как бы нет, но вот все равно некоторые сомнения, вот такой текст вносит, конечно. И вот эта вот карточка, она в принципе замещает. Это не специальная форма. Нет, вы обязаны носить как эту карточку, так и предъявлять удостоверение, да. И его лицензирование, конечно, охранник. Если нет, то надо будет. Если не охранник, то контролер. Если ты не будешь лицензивно охранник, то карточка охранник получит. Нет, это понятно. По логике. Видите? Подписано. Печать, да? Тут я вам возражу. Например, я без паспорта Российской Федерации не могу получить медицинский страховой полис. Однако я не могу его предъявлять в качестве подтверждения того, что я являюсь гражданом для удостоверения личности. Нет, тут нельзя. Тоже цепочка та же самая. И то, что вы предъявите удостоверение. Ребята хотят выяснить, законно ли я осуществляю охранную деятельность. Так? И вполне вот это достаточно. Да нет. Может быть в школу, наверное? Разве нет? Ну, нет. Вполне достаточно. Если они не хотят агрессивно хитонуть и наехать на меня, и чтобы вот я именно достал, прогнулся и вот вам показал, ребята. Зачем прогнулся? А что полицейский проник? Выглядит это так. Вас никто не спрашивает что-то противозаконное. Понимаете? Ну что, поехали тогда? А уходим? Ну, в смысле, сейчас у него опять уже надо быть на месте. Ну а что вы? В принципе... У него есть удостоверение? Есть, конечно. С собой? Есть, все, точно. Да, все нормально. Ну, верим на слово. Вот. Так уж и быть. А вот опять находительный тон, так можно по-нормальному. Нет, ну правда, верю на слово. А чего? Вы бы адекватный, позитивный охранник, чего они так-то... Очень достойно. Передайте, пожалуйста, участковому. Там я оставил свой номер телефонов. Хорошо. Если потребуется удостоверить личности, нарушителей, заявления, я там продиктую и возможно даже приеду. Хорошо? А мы сейчас просто опаздываем и вынуждены уйти. Да. Спасибо. Всего доброго. Ну, чтобы меньше было воришек, но больше было тех, кого вы ловили. Ну, он на канал не будет подписываться. И ставят... Зря, зря. Ну, на колокольчик-то нажмите хотя бы. Зря, зря, зря. Вот. Ладно. Всего вам добру. Гребаная реклама. Пускай еще. Сейчас. Хе-хей. О, люди радуются. А, нет, понятно, что он меня. Вот. В общем, менеджеры Зары, как всегда. Вы подписывайтесь на канал. Не будьте как вот этот охранник. Хотя он очень позитивный. Но подписаться на канал все-таки надо, да. И нажать на колокольчик обязательно. И подписаться на Инстаграм и Телеграм. Ну, и лайк поставить. Ну, и лайк, конечно, на этом видео. Да. И еще самое важное. Из чего все предыдущее, что перечислил башню, теряет свой смысл. Знаете свои правила. Именно. Вот золотые слова. Подписывайся также на канал Бориса. Это Герой и Злодеи. Ссылки будут в описании. Качество. Сделайте, пожалуйста. Мы не шьем эту обувь. В смысле не шьем обувь? Причем здесь не шьем обувь? Я вас прошу. Ну, товарный вид сделайте, пожалуйста. Товарный вид сделайте, пожалуйста. Это вот эта вот грязная обувь. Это товарный вид такой, да? Отказываетесь сделать товарный вид, да? Ну, вы отказываетесь сделать или что? Нормально. Нормальное такое поведение вообще. Чего я маленько. Я здесь устал, просто бодавцы. Просто я не знаю. Я купил товар за свои деньги. Вот. И я имею право. Я знаю свои права. И я имею право его вернуть. Вот и все. Я попросил аналогичный товар. Мне сказали нету. Где везде? Сейчас делается экспертиза. Везде. Везде. Где экспертиза делается? Везде. Где везде? Экспертиза делается на электронику. На обувь тоже? Нет. Она не делается на обувь. Давайте, девушки, пишите тогда, что вы мне отказываетесь сейчас менять товар. И все. И я пошел. Слышите, нет? Спасибо за просмотр! Продолжение следует...